Ну, я думаю, что если вы считаете эволюцию юмора, разрешение использовать ненормативную лексику со сцены или там с телевизионного экрана, это одно. А юмор, он не изменился, темы же одни и те же. Женщина, мужчина и женщина, семейные проблемы. Я никогда не занимался сатирой беспощадной, потому что ее не было ни в коммунистической России, ни в этой. Закончил когда-то, Салтыков-Щедрин, и на этом все закончил. А музыкальная пародия, она была и в те времена, и находились самые популярные люди, на которых мы делали пародии. К сожалению, их нет. Зыкин, Агамаев, Штоколов, Теннис Мягель и так далее. То есть много артистов, которые были в те времена. Ну остались кто-то остался, Валера Леонтьева, Лева Лещенко, они все равно работают, популярны. Вот Соня Ротару, Алла Пугачева, Серов Саша. Не знаю, там Потап и Настя, ну много артистов, Тимати, Лепс, Михайлов, много. Ну если у нас пародийный блок в концерте в сольном идет час двадцать, это много артистов. Если учесть, что каждая пародия там не больше полутора-двух минут, значит еще есть артисты, на которых можно делать пароль. Юмор не изменился, потому что не изменился и зритель, те же приоритеты. То есть зритель смеется, когда смешно. И поэтому я много езжу по стране, работаю. И мне приятно, что у меня молодой коллектив, и я к ним тянусь. И с ними же молодею. Продолжение следует...